Для вашего здоровья. А сколько лет? Да я точно не спрашивал. Она где замерзла. Ну ладно, все остановилось. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что случилось тут? Здравствуйте. По проспекту Победы в сторону центра двигался автомобиль Ягуар. Соснул свидетелей, двигался на огромной скорости. Вел себя на дороге неадекватно, вилял, не справился с управлением и врезался в отбойник. Дальше сработали подушки безопасности. Мы проезжали мимо, нас остановили прохожие, указали на ДТП. Мы подбежали для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Выявили водителя. Водитель сидел возле машины, у него очень сильно болела грудь. По первым признакам от него получился сильный запах алкоголя. Речь не связанная. На вопрос, употреблял он алкоголь или нет, он ответил да. То есть он это подтвердил. На место было вызвано сразу скорая. Скорая приехала, водителя забрали. Для того, чтобы дальше оказать ему медицинскую помощь. Приехала жена водителя. Вызвали следственную оперативную группу. Сейчас оставляем акт, оформляем ДВП. Вызвали эвакуатов. Мужчина один в машине был? Мужчина был один в машине, да. Насколько сильно пострадал? По внешним признакам он не пострадал. Но говорит о том, что у него очень сильно болит грудь. Поэтому, наверное, все-таки там уже в скорой будет течнее говорить, что с ним случилось. А жена как-то комментировала происшествие? Нет. Приехал еще друг с своей девушкой, я так понимаю. Который подтвердил тоже, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Но, опять же, говорю, что у ГРМ по свидетельствованию я не могу об этом сказать. Ну, анализы будут уже в больнице, в стационаре принимать. На месте анализ мы не проводили. Мы его драгером не проводили. Ну, не до этого было, наверное. Ну, просто это было неуместно, так как приехала скорая. Если приехала скорая, то там уже будут проводить анализы уже непосредственно в больнице. Не говорила жена, друг, что послужило причиной алкоголя, алкогольного употребления. Может быть, с вечеринки ехал там? Нет, он это не комментировал. Он сначала отказывался ехать в больницу, а потом, когда ему уже стало совсем плохо, он все-таки согласился и поехал. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok